доброго времени дня всем кто смотрит сейчас меня в прямом эфире а также приветствую мою аудиторию которая будет смотреть меня в записи и по традиции предупреждаю если вы смотрите меня не в инстаграм а в какой-то другой социальной сети значит вы смотрите не прямой эфир а его запись но независимо того смотрите ли вы смотрите ли вы запись или вы смотрите прямой эфир независимо от этого информация которая будет сегодня на эфире сейчас секундочку она будет полезна и актуальна как сейчас в данный момент так и завтра так и послезавтра и боюсь что она будет актуальна еще очень долгое время почему я сказала боюсь потому что речь идет об этом коварном вирусе который пришел к нам прошлом году к вид 19 и с которым очевидно нам придется смириться не с вирусом смириться а с его пришествием в нашу жизнь и с его существованием и с тем что нам с ним придется еще наверное какое-то хотелось бы чтобы не длительное время но какое-то время нам придется с ним существовать и мы должны сейчас быть максимально информированы о том что мы можем сделать сами своими руками для себя чтобы последствия от заболевания этим вирусом были минимальны и либо чтобы вообще им не заболеть если в прошлом году когда мы узнали об этом коварном вирусе многие не воспринимали это серьезно многие отмахивались говорили что это связано с политикой с экономией с экономикой с международным положением ну наверное это естественная реакция человека до когда люди боятся чего-то и не хотят это впускать свою жизнь чего греха таить я и сама было время не воспринимала уж очень серьезно информацию о ковиде и предпочитала думать что это больше раздутая байка нежели на самом деле есть какой-то страх но на сегодняшний день когда мы видим что тут и там тут и там заболевают наши знакомые заболевают наши родственники я вижу что участились сообщение лично мне о том что заболела там моя клиентка заболела мама моей клиентки и так далее то есть я вижу что реально круг знакомых мне людей которые хватают этот вирус и болеют он расширяется и это заставляет меня быть сейчас как никогда более серьезной по в отношении этого вируса и хочу в этом эфире передать вам все свое серьезное намерение относительно того что мы с вами мы мы все простые люди да мы все мы абсолютно способны способны и способны защитить себя по максимуму вот все что мы можем сделать мы можем сделать для себя сами но как вы прекрасно понимаете никто не защитит вас так надежно как это можете сделать вы сами вас не защитит маска ее защита весьма весьма сомнительно хотя конечно я понимаю что соблюдать масочный режим необходимо и это приветствуется я и сама теперь одеваю маску в присутственных местах там где много людей в магазинах но это не панацея как вы понимаете вирус может проникнуть и минуя маску нас не спасет забота нашей доблестной медицины потому что медицина имеет имеет отношение только к тем кто уже заболел кто уже с вирусом и кто в тяжелом состоянии поэтому мы-то будем с вами говорить конечно же прежде всего о профилактике потому что самое мощное и самое безопасное и самое безболезненное что самое главное что мы можем сделать это конечно же профилактика я надеюсь все прекрасно понимают слово профилактика давайте разберемся немножко с этим вирусом знаете я не не имею медицинского образования поэтому я не собираюсь здесь сыпать какими-то умными словами какими-то медицинскими терминами вся эта информация есть в интернете это можно все прочитать я хочу вас сейчас призвать просто стать включить свой разум свой логический разум до свое логическое мышление и просто проанализировать вот на бытовом уровне на общечеловеческом уровне как происходит заражение как происходит внедрение вируса в ваш организм и как от чего образуются эти тяжелые последствия наверняка вы все уже теперь знаете что этот вирус он связан с белком то есть нужна белковая основа чтобы ему укрепиться в нашем организме но мы сейчас не про белок в любом случае в любом случае мы все мы все с вами подвержены риску схватить этот вирус неважно есть у нас этот белок да вот тот самый который к которому прилепляется этот вирус нет у нас его неважно в каком он количестве мы все можем стать носителями этого вируса можем стать переносчиками можем пострадать кто-то сильно кто-то не очень сильно но мы все абсолютно все можем стать его носительными теперь представьте ситуацию вирус все-таки проникает ваш организм как уже известно вирус это не какой-то супер новый да он наряду с остальными вирусами существовал и ранее то есть вирусная среда это среда среда для размножения и и активации которые требуются определенные условия какие это условия прежде всего это загрязненная среда внутренние среда организма эта среда на которой вирусу хорошо а а поскольку вирус это имеет патогенное происхождение да это то есть это нездоровая нездоровая часть жизни да поэтому и условия в которых ему хорошо это тоже нездоровая составляющая это закисленная среда это загрязненная среда это зашлакованная среда поэтому те чьи организмы как раз и являются носителями этих шлаков этой грязи этих токсинов этой закисленной среды те и подвергаются большему риску в том плане что там вирус будет чувствовать себя намного лучше ему будет там намного комфортнее развиваться он там будет очень успешно соответственно при успешном развитии этого вируса человеку обеспечено очень тяжелое протекание заболевания и все с точностью до наоборот если человек имеет организм более менее чистый если он поддерживает щелочную среду незакисленную если он следит за регулярным очищением кишечника как естественным так и дополнительным если он периодически проводит детоксикацию своего организма то есть освобождение от токсинов если он заботится о своем иммунитете и ведет в общем здоровый образ жизни то есть если он заботится о себе самым максимальным широком смысле этого слова то в такой среде чистой щелочной незакисленной без токсинов или с минимальным количеством токсинов вирусу будет трудно укорениться трудно размножиться трудно занять все пространство соответственно последствия не будут очень уж тяжелыми и у нас будет шанс пережить это заболевание с максимально легкими последствиями вот а то о чем сейчас нам нужно думать потому что угроза реально и вот именно сейчас когда осень когда межсезонье когда переход от одного сезона к другому когда осень переход в зиму это всегда была тяжелая ситуация по вирусам по гриппу а сейчас она особенно будет тяжелая потому что вы уже видите что растет число заболевших и вы уже прекрасно понимаете что вот-вот начнется похолодание и это еще более усугубит состояние поэтому именно сейчас вот сейчас да нужно взяться и максимально обезопасить себя в плане комплексного очищения организма что значит комплексное я уже вам писала в сториз да это то когда мы очищаем организм изнутри еще и снаружи до сегодняшнего дня мы с вами все время говорили про очищение организма изнутри мы говорили про детоксы да про условное голодание про различные клизмирование про соковую терапию про ощелачивающие действия сырых овощей в общем все было направлено на очищение организма изнутри и в частности у нас был прямой эфир с игорем романовский который сейчас ждет выхода на связь и мы говорили о глине как одном как об одном из средств мощной детоксикации организма то есть освобождение от токсинов изнутри мы говорили все время о том что нужно это делать изнутри но вот именно сейчас когда мы находимся в повышенной повышенной боевой готовности чтобы себя защищать максимально мы должны с вами еще рассмотреть очищение снаружи я не не имею ввиду конечно же мытье мочалкой вы прекрасно понимаете но поскольку наши наши органы выделения это не только то что внутри да то что там печень и кишечник но это еще и снаружи у нас есть кожа это огромный огромные органы выделения поэтому мы можем работать с кожей в плане детокса и вот такое комплексное комплексный подход когда мы будем очищать себя изнутри и снаружи максимально повысит нашу безопасность в прошлое наш эфир как я уже сказала с Игорем Романовским основателем компании производителя белой пищевой глины мы рассмотрели несколько аспектов приема глины внутрь и тем самым приведение организма в более чистое состояние в плане токсинов на сегодняшнем эфире Игорь хочет поделиться с вами некоторыми интересными новостями в отношении комплексного очищения глины мне будет очень интересно сегодня послушать Игоря потому что я еще честно скажу не вполне знакома с информацией в отношении глины как внешнего очищения до этого я применяла глину внутрь я знаю ее прекрасное воздействие на организм и вот сегодня пригласив Игоря на эфир я думаю что он нам расскажет что-то интересное сейчас я приглашаю Игоря вы можете готовить по ходу нашей беседы вопросы для Игоря добрый день дорогие друзья как меня видно слышно я слышу очень хорошо вижу прекрасные ну я надеюсь Игорь ты уже слышал вступление мое по поводу да очень важно не только изнутри себя готовить к очищению но еще и снаружи то есть будем говорить о комплексном очищении организма я вся внимание отлично просвети нас что мы что мы можем сделать для себя в плане комплекса бая благодарю что пригласили на очередную беседу друзья всем доброго дня действительно бая сегодня затронула очень скажем живую тему которая пронизывает весь мир не только нашу страну кто-то думает что этот вирус есть кто-то нет сейчас германские я читал тоже с Германией ученые и медики обнаружили что вообще это не вирус а какая-то бактерия то есть сейчас хотят возбудить уголовное международное дело по этому вопросу то есть какие-то моменты но мы их не будем трогать то есть нам важно понять что мы можем прямо сейчас сделать для себя и для своих близких первое на что я хочу обратить внимание очень правильно бая вы заметили что важно подходить к очищению комплексно и применяя глину здесь тоже самое мы обнаружили такую вещь что когда мы ее принимаем внутрь проходим скажем курс очищения организма действительно хороший эффект и вместе с этим как вы сказали кожа это огромный орган выделительной системы и можно сказать самый большой орган в принципе у человека и глина может очень хорошо помочь этому органу очиститься да и скажем так как это вообще происходит да вот смотрите есть так называемые ну вы наверное все знаете циркадные ритмы то есть в каждый момент в сутках да у нас организм какие-то органы начинают отдыхать какие-то более активно работать ну и происходит вот такая работа всех органов слажена да то есть когда кто-то работает кто-то отдыхает и если применить эти знания взять глину и очищаясь внутри параллельно еще проводить процедуры очищения кожи с помощью глиняных ванн или глиняных аппликаций это будет просто супер у кожи момент когда она начинает максимально выводить токсины и все загрязнения это с 20 до 22 часов то есть это очень удобно для нас для людей которые работают с утра до вечера да в принципе уже большинство людей в 20 ну хотя бы в 21 час уже дома да да и могут успеть сделать такую процедуру после эфира я отправлю вам рецепт есть несколько рецептов по глине отправлю один из рецептов он в чем его скажем так уникальность это сидячая ванна да если в двух словах расскажу да то есть есть пассивный вариант очищения ну то есть кожа сама выделяет все да и мы просто к примеру намазались глиной побыли в этом состоянии там минут 15 20 да и просто сели в ванну уже заранее набрали ванну теплую намазались постояли так сели в ванну и глина все автоматически смылось в воду да и еще в воде побыли какое-то количество ну хотя бы там 30 минут минут желательно на час это вот такое скажем более пассивный вариант и о нем я чуть позже еще более глубинно расскажу есть вариант более активный когда мы благодаря глининой ванне это сидячая глининая ванна в холодной воде да она заставляет очистить низ живота и почки то есть не только глина снаружи будет работать но за счет холодной воды она усилит работу внутри внутренних органов в этот момент почки и низ живота да и и эти токсины начнут выходить еще быстрее но это утренняя процедура об этом я пришлю специальный для вас рецепт и вы сможете поделиться у себя им с вашими подписчиками чтобы сейчас с ручками никто не сидел а просто ну пообщались вот так вот что я хочу рассказать мы заметили что если проводить комплексное очищение эффект будет просто в разы сильнее чем просто внутреннее очищение то есть что мы предлагаем конкретно можно взять большой комплект глины у нас как раз вот я специально для ваших подписчиков под сегодняшний эфир добавил в нашу акцию дегустацию и открыл ее буквально до конца недели этой да такой размер ведро 6 килограмм глины ну чтобы вот так вот хватило да по максимально низкой цене так вот перейду к самой процедуре смысл в чем человек начинает пить по нашему вот этому чек-листу который мы дарим с каждой пачкой глины да и ставит галочки как я напоминаю у нас курс он рассчитан на 5 недель и параллельно все 5 недель человек просто делает ежедневно вечером глиняные ванны буквально 30 минут час кто хочет более активно и сильно заморочиться этим он может намазываться предварительно глиной да то есть развести глину в коем-нибудь емкости там тарелки да намазать на себя знаете как грязевые такие процедуры а потом уже купаться кому лень или некогда или времени можно просто налить ванну засыпать 100 грамм глины это примерно вот такая пачка на один раз просто лечь отдохнуть там 30 минут час у кого сколько опять же времени ну я думаю что 30 минут в день в течение 5 недель можно найти для того чтобы вот прямо максимально усилить эффект представляете эффектов сразу много первый эффект это опять же как мы говорим да то есть вирусы бактерии когда идет эпидемия они могут оседать на чем угодно на одежде на кожу на всем что угодно пришли вечером да разделись пошли сразу приняли ванну то есть кожа почистилась и то что поверхностно и то что в порах потому что уже с 8 часов вечера идет выделительное вот это все выделяется из кожи да то есть кожа начинает очищаться соответственно глина из-за того что она как насос тянет она усилит этот эффект и соответственно за один раз кожа сможет вывести максимальное количество токсинов больше намного больше чем если мы просто ходим и не купаемся ничего не делаем да когда мы начнем это делать ежедневно то есть это уже некий курс и с каждым днем представляете какой накопительный эффект будет все больше и больше выходить и через кожу и при внутреннем приеме да то есть через другие системы выделения то есть получается очень мощная глобальная очистка всего тела сразу одновременно ну вот и получится очень хороший эффект на те люди которые хотят еще круче усилить еще можно там хотя бы раз в неделю делать вот эту утреннюю ванну про которых рассказывал да то есть холодная ванна сидячая то есть человек садится наливает себе там по бедрам холодную воду где-то градусов 18 опять же если не все скажем переносят холодную воду но в принципе можно начинать там с двух трех минут и потом доводить до 20-25 минут такие ванны да ну и опять же у есть время и желание но я думаю что у кого вот к примеру это проблемы с энерготоком с энергообменом да то есть вот я думаю что это очень важно потому что как раз это сигнализирует о том что нету нормальной циркуляции крови в организме и много просто чтобы постепенность была иначе можно фанатизм это переусердствовать и переохлаждение да 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 обязательно особенно если человек конечно это не рекомендуется тем у кого знаете очень острая чувствительность к холоду допустим да человек чувствует что он сильно остывает то есть вот таким людям конечно это ванна не подойдет либо и тренироваться можно по чуть по одну по две минуты там по три ну очень постепенно либо вообще просто вот проводить такие ванны потому что на самом деле вот эти вечерние ванны вот это такой скажем ритуал вечерний он очень поможет а еще очень важный момент самое можно сказать важный да вот смотрите от сегодняшнего количества стресса который человек любой переживает из-за вот этого невероятного количества информации которая льется на нас со всех сторон по поводу всех вот этих вирусных инфекций и и тому подобное да она же влияет на нас со всех и путь соответственно человек заходит еще в больший стресс и идет внутреннее напряжение мышц да соответственно когда внутреннее напряжение мышц организм перестает нормально функционировать соответственно глиняные ванны они что делают они расслабляют человека при и причем изнутри расслабляю да то есть наступает внутреннее расслабления, которое будет выглядеть со стороны, то есть человек может и не быть таким вялым и обмяклым, но он внутри будет расслаблен и спокоен. Он будет просто понимать, ну да, что-то происходит, но со мной все хорошо. То есть это очень важный терапевтический успокаивающий эффект. И будет накопительный вот этот эффект за 5 недель, он очень мощный будет. Я думаю, что всем понравится. Да, Игорь, и вот там был вопрос, я увидела, что делать, если нет возможности принять ванну? Я думаю, что он актуален, потому что не у всех есть ванны, есть... Да, да, согласен. Вот для этого я тоже об этом думал и сталкивался с этим, да, хочется с глиной повзаимодействовать, а ванны нет. Самый простой вариант наводим опять же глину, 100 грамм берем, наводим в мисочке, так, чтобы она была, ну, гуще, чем сметана, то есть она, чтобы она не лилась прям сильно, но чтобы размазывать, как грязь, навазываемся и просто вот именно опять же в это время, да, с 8... Ну, желательно в 8-8.30, ну, в 9, это самое вот такое время, да, вот. Намазались, походили таким образом минут 15, то есть когда она уже прямо начинает сохнуть, уже можно идти в ванну и просто тепленькой водичкой смывать себя ее. То есть это вот такой вариант тоже возможен. Спрашивают про противопоказания для таких ванн. Они есть? Сколько я читал, никаких противопоказаний нету и единственное, что опять же, главное регулировать температуру, чтобы это было комфортно, потому что, понимаете, это не медицинская процедура, да, по сути это обычная гигиеническая процедура просто с таким прикольным эффектом. Ну да, если вот так опять же включить логическое мышление, да, и разумно подойти к этому вопросу, когда мы моемся с мылом и с мочалкой, мы же не спрашиваем, а есть ли противопоказания к мытью? Да. Тоже идет эффект очищения, только более глубокого, на уровне пылесоса, как ты говоришь, да, вытягивает, помогает, то есть, с той стороны идет отдача, еще с этой стороны, да, вот, причем, знаете, глина, она работает с двойным эффектом, потому что она работает, то есть, у нее система осмоса работает, то есть, это когда ее проникновенное действие идет даже сквозь мембрану клеток внутрь, а так как кожу сейчас отдают, она будет, глина вытаскивает еще сильнее все, что там есть, да, именно то, что, ну, то, что хочет тело, скажем, вывести из себя. Игорь, я так понимаю, что на нашем эфире сегодня есть люди, которые не смотрели предыдущий наш эфир про глину, и вот тут уже вопросы смотрю есть, а для чего нужна глина? можешь прям вот вкратце основные характеристики глины, зачем нам нужна пищевая глина и глиния внутрь, да, что она дает, вот, чтобы людям прям понятно было. Что глина дает, да, смотрите, глина, она, скажем так, такое уникальное природное вещество, которое одновременно делает то, что делает очень много других каких-то полезных веществ или препаратов. Когда человек пьет глину, с одной стороны глина, она состоит из целого комплекса микроэлементов, и она в этот момент, когда она проходит через все тело, она телу отдает целый комплекс микроэлементов, в первую очередь кремний, да, и параллельно она как транспорт доставляет в организм полезное и на себе вывозит весь мусор из организма, да, токсины, шлаки, причем токсины даже в газообразной форме и очищает даже на уровне ионного обмена организм, соответственно, так как она, а, плюс очень важно, глина выводит большое количество всяких видов грибов, целыми там сотнями тысяч колоний, соответственно, по итогу, да, организм разгрузили от загрязнений, от, скажем так, потребителей кремния, это все виды паразитов его потребляют, и восполнили еще и кремнии в организме, что привело к восстановлению полезного, восстановлению обмена веществ, и, соответственно, человек перестает переедать, начинает есть в меру, потому что достаточно усваивает полезных веществ из той пищи, которую он и так ест каждый день. Но это если очень коротко. Да, да, тут даже был вопрос, а что он ее есть надо, то есть люди привыкли к тому, что есть надо пищу, а тут вдруг предлагается есть какую-то глину. Но надо знать, что глина, она, может быть, в понимании таком, люди думают, что это что-то, какой-то тяжелый порошок земли. На самом деле это очень мелкий, мелкодисперсный порошок, как мука, как мука в точности. И при разведении водой, просто пить как напиток, как белую воду. Все верно. Вот тем, кому интересно про глину, я все-таки переведу, вот уже пошли вопросы, как купить, да? Значит, Игорь, у нас будет специальная ссылка на эту акцию? Да, конечно, да, 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 у вас будет ссылочка, вы ее... Эта акция будет работать сколько? До конца недели? Да, она получается, вот я вам сейчас одну секунду скажу, вот она у нас до 18 октября включительно. Вот, тогда, значит, осталось немного дней, тогда я именно эту ссылку поставлю себе в шапку, да, где будут покупать ссылки, чтобы посмотреть, что это за продукт, там же будет же пояснение, да, да, там есть видео, можно послушать, посмотреть, почитать. Сколько пить и сколько чего стоит, и да, нужно торопиться, потому что осталось, надо успеть до 18 октября урвать это подешевле, так сказать. Так, еще вопрос у меня такой, вернее, не вопрос, а хотелось поделиться просто, вот, буквально все ли это начиная с начала июня, и вот по сегодняшний день, то есть это получать уже лето и половину осени, я продолжаю получать, я получаю отзывы о глине от тех моих подопечных, от тех клиентов, которые либо участвовали в марафоне, либо самостоятельно очищались, по ссылке покупали вашу глину, вашей компании, либо это мои клиенты, которые уже по моей рекомендации, за все это время я не получила ни одного отзыва отрицательного, когда бы человек сказал, я пил глину, и мне стало плохо, и у меня там осложнилось то-то, то-то, и у меня там заболело то-то-то, вот не было ни одного отзыва, меня это лично очень, очень, очень мотивирует и впечатляет для того, чтобы и дальше и самой продолжать ее применять, и людям рекомендовать причем смело, потому что уже, ну вот, жизнь практика показывает, что столько людей получили положительные результаты, просто вообще глина сама по себе как адсорбент, она же не призвана быть слабительной, да, то-есть она не усиливает отделение содержимого кишечника, но по факту она очень часто работает именно так, правда не у всех, не у всех, но у многих людей они написали, что улучшился стул, улучшилось качество стула, увеличилось количество испражнений за день, именно с начала приема глины, то есть эффект очищения из руки на лицо, но я думаю, что те, кто писали, что у них образовывались запоры при приеме глины, скорее всего они не соблюдали питьевой режим, потому что пить... Это чаще всего, да, это чаще всего. Либо у них было, может быть, нарушение по питанию, и кстати, этот вопрос прозвучал вот сейчас в комментариях, почему нельзя есть тяжелую пищу во время курса очищения глины, такую, как мясо, крахмалы, мучное, можешь озвучить его ответ? Да, конечно, вот смотрите, получается, какая ситуация, тяжелая пища, она, соответственно, усваивается намного дольше нашим организмом, особенно если ее употреблять в то время, когда, опять же, то есть под цикадным ритмом, да, под цикадным ритмом в это время, допустим, организм уже отдыхает, да, то есть получается, мало того, что она тяжелая, ее организм не успевает нормально переварить, потом она просто лежит там мертвым колом, условно говоря, пока не начнется, пока не начнется, опять работа всей пищеварительной системы нормальная, да, Бая, как меня слышно? Потому что я смотрю, немножко прерывается, почему-то связь, все хорошо, да, отлично, вот смотрите, получается, какая система, глина, она заходит в организм, да, и если, соответственно, человек съел, то есть, какую-то тяжелую пищу, и после этого, не через 2 часа там хотя бы пропил глину, а, допустим, нарушил по времени, то есть взял и выпил там через полчаса, а ел тяжелую пищу, то глина вместо шлаков и токсинов будет выводить вот эту пищу просто, да, вот, и поэтому эффект будет, ну, вообще никакой, то есть глина не поможет, да, потому что она будет быстрее просто выводить то, что съедено раньше, поэтому мы рекомендуем как, то есть, та рекомендация, которую мы даем обычно, если человек прям, ну, никак не может отказаться от тяжелой пищи, свести ее только на обед, то есть, вот скажем, максимум там с, ну, грубо говоря, с 12 до, предел до 2 часов дня, вот в это время там можно съесть там тяжелую пищу, а в момент всего курса, ну, можно, в принципе, договориться с своим организмом на 5 недель, что вот будет такой режим, утром легкий завтрак, да, то есть, ну, по крайней мере, чтобы пища была такая легко усваиваемая, или тогда делать большие перерывы, допустим, если человек прям привык завтракать, то есть, чтобы это тоже не конфликтовало с его природой, да, вот, допустим, выпил утром, там, 8 утра, значит, хочешь хорошо позавтракать, ну, завтракай хотя бы через 2 часа, то есть, 8 выпил, 10 поел, да, то есть, не раньше, и также вечером, допустим, поужинал, вот, плотно, значит, минимум через 2 часа принимай глину, и очень важно, конечно, питьевой режим, вы правильно говорите, то есть, как показала практика, вот мы опрашивали людей потом, которые к нам обращались, у кого именно запоры были, да, то есть, мы увидели такую вещь, что именно, когда они поправили питьевой режим, то есть, они нас услышали и начали пить вовремя, да, то есть, все хорошо, у них сразу все эти проблемы ушли, моментально. Игорь, там девушка уже второй раз достойчиво спрашивает, как сделать маску для кожи головы из глины? Для кожи головы, смотрите, я вам расскажу такую вещь, лично, то есть, вообще, на самом деле, рецептов маски для головы очень много с глиной, то есть, обычно делают глину вместе с маслом, особенно любят оливковое масло добавлять, да, и разные травы, но самый, вообще, очень самый простой, как я пользую, допустим, я голову мою глиной и заодно, чтобы не только мыть, а был какой-то эффект терапевтический, я просто беру, навожу глину, такую кашицу, глиняную, наношу на волосы, прямо хорошо растираю и просто вот с глиной сижу хотя бы 10-15 минут. Посидел, она начала активно работать, а потом смыл, и все. Если делать, то если какие-то проблемы с волосами, допустим, да, или с кожей волос, с кожей головы, допустим, да, перхоть или еще что-то, то можно прямо курсом не один раз сегодня, да, допустим, там в течение 10-15 дней подряд просто вечером делать процедуры и сидеть минимум 15-30 минут с влажной глиной на голове, чтобы она не сохла, шапочку одевают просто, и все. Это самый вообще простой вариант. Вот тут спрашивают по спиртное, спиртное можно пить во время курса приема глины? Спиртное, я думаю, можно всегда пить, если человеку, это очень важно, но главное, опять же, понимать, спиртное – это токсины, то есть это токсины, которые будут глину выводить. Как отмечают многие люди, которые сопохнела, выпили глинки, им стало очень хорошо сразу. Почему? Потому что она отрезвляет человека, она выводит токсины, поэтому, в принципе, если человек хочет протрезветь, он может глины потом выпить, и ему будет еще лучше. Но если цель именно почистить организм, то, наверное, стоит на 5 недель воздержаться от употребления алкоголя, потому что человек же хочет как бы его очистить, то есть 5 недель можно подождать, я думаю. И там еще спрашивали, сколько длится курс, но мы знаем, что курс длится 5 недель, ты уже назначил, да, в месяц, потом мы делаем переключек. 9-10 дней, вообще минимум 9-10 дней, а дальше либо, то есть есть часть людей, допустим, которые, к примеру, пьют просто поквартально, межсезонье. Вот, допустим, сейчас самое уникальное время, когда, особенно в этом году, как мы видим, осень достаточно была сухая, во многих регионах, и начинается сейчас переход, то есть вот самый переход, самое тяжелое время для любого организма, это переход с лета в зиму и с зимы в лето, то есть вот, и как раз вот эти два периода, это прямо вот очень важно помочь организму сейчас вывести все, все, все и подготовиться к зиме, чтобы легко, так сказать, вот в зиму войти без лишнего внутреннего грязного багажа. Игорь, вот у меня личный вопрос, если человек принимает курс антибиотиков, как лучше поступить? Сначала пропить антибиотики, а потом курс глины? Совмещать не надо? Да, да, антибиотики это тоже токсины, причем очень сильные, глина будет в первую очередь всю силу тратить на них, получается и лечение сойдет на нет, и как бы не будет очищения. Поэтому курс пропили, потом, ну в смысле таблетки пропили, потом очищение. За одно остаточное вот явление все вот этих антибиотиков тоже выведутся. Вот там человек написал, что усилилась аллергия при применении глины, но это и понятно, да? Да. То есть выводитель токсинов, то есть выводите на вывод ваших же токсинов. Вот, да, да. И, кстати, вот как раз в ванной хорошо, то есть параллельно сейчас принимать в ванне, чтобы коже снаружи еще помочь. Вот даже я когда изучал именно применение глин при наружном применении, да, даже рекомендую, то есть у человека язва какая-нибудь на коже, да, или открытая рана, или еще что-то, да, применять глину, и вот автор описывал такую вещь, что поначалу может даже усилиться, да, то есть покажется, что хуже стало, да, то есть стала там рана больше или это, но на самом деле это говорит о том, что глина через эту рану глубоко проникает, и оттуда вытаскивает, это же не просто так язва появилась, это неспроста, то есть оттуда там внутри настолько большой очаг загрязнения, что его надо вытащить, если просто его замазать чем-то, да, чтобы оно просто сверху заросло, оно все равно будет постоянно, ну, в какие-то вот такие межсезонья вылазить, то есть лучше в этот момент как раз прикладывать, делать прямо вот на эти места аппликации, да, чтобы глина работала прямо каждый день по два, по три раза делать, там по 30 минут, по часу, да, чтобы не засыхало, а поддерживать, чтобы влажное состояние было, и то есть поначалу будет усиливаться эффект вот этот, да, будет казаться, что это как бы это воспаление стало еще больше, оно будет открыто, ну, понятно, что глина будет именно через вот эти открытые места выводить эти токсины, когда глина полностью все выведет, она кожа зарастет, потому что кожа способствует восстановлению эпителия, это тоже ее важная функция, да, потому что, допустим, даже я лично на себе испытывал, порезался где-то там, кожу где-то содрал, да, сразу глину, оп, и я наблюдаю, когда я кожу прикладываю, да, вот именно с глиной, то у меня кожа быстрее регенерируется, то есть она ускоряет все процессы регенерации. – Там вопрос был, был вопрос, а, сколько воды пить во время курса, ну, в среднем полтора литра мы считаем, да, или… – Вообще я рекомендую, смотрите, дело в чем, вообще есть, ну, вот вода это настолько, то есть если глина это вот, ну, большая тема, то вода это бесконечно большая тема, но если вот прямо упростить, скажем, для нас, так сказать, для обычных людей эту тему, самый простой способ, который я увидел, вот самый незамысловатый, берем в телефоне, ставим себе напоминалочку на каждый час, вот у меня лично каждый час звенит, выпей воды просто, потому что мы просто забываем, да, и просто каждый час берем вот бутылку с собой, сделали там сколько-то глотков, сколько вот, ну, вот сейчас хочется, да, и, ну, хотя бы стакан, то есть если стаканами мерить, вот стаканчик воды, там, 100-200 грамм воды, главное медленно пить, опять же, воду и постоянно, то есть когда мы постоянно пьем воду по стакану каждый час, в любом случае, вот в течение дня мы организму помогаем, просто очень сильно помогаем, потому что вот я даже наблюдал за собой, да, когда нет напоминалок, ты там начинаешь чем-то заниматься, и просто ты там в этом деле все, потом смотришь, опа, уже 4 часа прошло, а ты вообще не пил, ну, как бы, да, то есть, и получается, что напоминалочка, она срабатывает, стакан в час, и все классно. Да, самое лучшее. Можно ли курс увеличить при обострении, и нужно ли это делать? Я считаю, что курс не стоит увеличивать, почему, объясню, дело в чем, вот смотрите, у нас курс, он рассчитан, он и так уже максимально большой, 5 недель, то есть изначально курс был 4-х недель, но он начинался с ложечки, да, мы на основе вот, ну, наших клиентов, да, на основе вот опыта других людей, мы увидели, что есть часть людей, просто у которых могут быть в самом начале проблемы, да, там с камнями, еще что-то, и первая неделя, вот пол чайной ложечки, это подготовительная неделя на самом деле, но сам срок, это уже критический срок, 5 недель, это критический срок, сколько можно глину без перерыва употреблять, потому что важно давать нашему организму перерыв по взаимодействию с глиной, да, чтобы, скажем так, наша система, ну, как бы не расслабилась по перевариванию, так сказать, да, то есть его ведению, самое главное, поэтому, вот это максимум, потом лучше подождать, потому что иногда нам люди говорят, ну, я прямо так глину хочу есть, я не могу там перерывы делать, я говорю, ну, выбор за вами, но мы рекомендуем хотя бы 9 дней делать перерыв, да, то есть между курсами, вообще даже между приемами, то есть вот человек употребляет, идеально, если, к примеру, это не курс, а просто вот постоянный прием, идеально, вот 21 день принимает человек, потом 9 дней просто он отдыхает, да, и вот так вот можно постоянно, допустим, употреблять, потому что цель же именно, чтобы помочь организму, а не навредить, это очень тоже важный момент. Так, ну, мы все о хорошем, да, о хорошем, но надо немножечко, немножечко, где-то внести в нашу бочечку меда-то, я вот о чем, ну, всегда, всегда, ты как бы ни был хороший продукт, всегда будут какие-то мнения, которые могут его, ну, принитить, да, значение этого продукта. В частности, я получала вопросы, но, я озвучила, но есть люди, которые, может быть, тоже там где-то в душе лелеют в сомнении, а насколько продукт качественный, а где он добывается, а вообще, вот может быть, он с какой-то радиоактивной зоны, а может быть, там, с какой-нибудь там, еще, где там был завод, рекорд за хранение, то есть, где ее добывают, и сколько она чиста, насколько безопасна, были ли сомнения, поэтому лучше... Это нормально, да, это нормально, да, конечно, смотрите, дело в том, что важный вопрос, то есть, вот я, так как, скажем так, за три с половиной года, да, у нас таких вопросов было много, да, плюс я очень много читал домыслов, да, насчет того, что, ой, у вас в глине, оказывается, есть микроэлемент, там, не знаю, титан, а у вас в глине есть микроэлемент такой-то, а это же, оказывается, опасно, ну, понимаете, то есть, есть, как бы, есть определенный разумный подход ко всему, да, то есть, важно не только состав, но и количество, да, так же само и по поводу, вот, чистоты глины, да, вот смотрите, дело в чем, глина добывается в таких местах, где есть месторождение, то есть, месторождение, это не какое-то маленькое месторождение, да, а очень объемное глобальное месторождение, которые разработаны были еще в Советском Союзе, еще, вернее, скорее всего, даже до Советского Союза эти изыскания были, да, и второй момент, она добывается с глубины более 50 метров, иногда достигает 80 метров, то есть, если, как бы, ну, если люди понимают, что такое глина, и что такое слой глины 80 метров, то понятное дело, что, вот если взять, к примеру, на сегодняшний день наш радиационный фон на Земле, да, то, что у нас выпадает с дождем на нашу же голову, на продукты, которые растут на полях, с которых собирают, нам продают в магазинах, да, то есть, на поверхности действительно радиации много, и на сегодняшний день даже условно экологически чистые места показывают совершенно, ну, не экологический радиационный фон, а глина является замком для вот этих всех проникновений, то есть, поэтому наша глина и другие глины, которые залегают больше 10 метров, они уже, в принципе, все безопасны, потому что, ну, просто туда не пройти этому, да, вот, поэтому это нормально, вот, что касается радиации, в принципе, да, то есть, глина, и наша, и другие пищевые глины, они всегда излучают определенные радиоактивные, да, то есть, у них есть радиация, потому что сама глина, она сама по себе, да, то есть, это нормально, она состоит из определенных частиц, элементов, да, которые являются радиоактивными, но тот, и благодаря как раз им, и происходит тоже энергетический, терапевтический эффект, но, скажем так, объем фона этого, он очень маленький, да, обычно это в пределах 360-380 БК на килограмм, если, ну, вам что-то об этом говорить, но чтобы понимать, что это, как бы, насколько это нормально, да, если мы возьмем таблицу допущения, которые по продуктам питания, да, то есть, вот, ну, у продуктов питания тоже есть допустимые нормы, допустим, я вот читал, для, для вот производителей, для магазинов, да, то есть, например, у мяса радиационный фон нормальный, если это 600 БК на килограмм, да, то есть, в два раза больше почти, чем у глины, если дикоросы, такие как дрибочки, вот мы собираем, ягодки в лесу, да, у них норма до 2000 БК, то есть, представляете, да, то есть, можно сказать, что в глине практически нету радиации, вернее, оно там есть, и как раз в таком объеме, который нам только пойдет на пользу, то есть, как вот любое вещество, да, то есть, когда оно в норме, тогда оно лекарство, когда оно превышает, оно может быть ядом, ну, как-то так, не знаю, насколько смог ответить комплексно. Ну, оно будет неубедительно, очень убедительно, то есть, пожалуй, глина, наверное, самое чистое, что можно употреблять. Да, вот, и тем более, вот еще на такой момент, так как я глину уже употребляю долго, да, то есть, с 2013 года я употребляю глину, и где-то несколько лет назад, по-моему, какой-то год был, ну, 18-й или 19-й год, что-то такое, мне было, нам было интересно, мы всей семьей поехали, сделали анализы в центре микробиотики, есть в Москве, по волосам, анализ по волосам на все микроэлементы, да, то есть, вот, и, ну, нам было интересно, да, то есть, что и как, то есть, и, соответственно, и они очень там грамотно смотрят и говорят там очень много вещей, вот, ну, вообще о состоянии здоровья по волосам, и по наличию или отсутствию микроэлементов, да, вот, и если бы, скажем, была какая-то проблема за столько лет, это бы на волосах отразилось, то есть, на вот этом анализе бы отразилось, у нас все хорошо, все в норме, да. Так, ну, и в завершении нашей беседы, значит, по поводу оформления заказов, когда человек заказывает через ваш сайт Глину, там какое-то автоматическое обовещение получает, или же с ним менеджер связывается, потому что у меня вот спрашивали, как вот можно, выходные можно ли заказы, можно ли поздно вечером заказать, будет ли обратная связь, что человек... Да, 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 это очень хороший вопрос, смотрите, дело в том, что у нас происходит какая-то стена, люди переходят по ссылке, они могут онлайн сразу оплатить, бывает так, что у кого-то, кто-то сталкивается с проблемой оплаты, там, ну, не понимает, как там карточку ввести, или еще что-то, мы с этим помогаем, то есть, главное сделать заказ, а потом наш менеджер в рабочее время то есть, у нас менеджер работает с 9 утра до 7 вечера каждый день. Соответственно, если, допустим, ну, человек оставил заявку, не оплатил, с ним в любом случае связываются, да, то есть, помогут дооформить. Если человек оплатил, чаще всего мы связываемся еще до отправки, а если слишком много заказов, вот в какой-то момент, мы, наш менеджер оформляет на отправку, и в любом случае, по электронной почте отправляет уже товарную накладную, где человек может посмотреть, что заказ ушел, и он сможет отслеживать свою посылку, да, по вот этому номеру, то есть, вот таким образом происходит. Хорошо, да, понятно, спасибо. Главное, что люди были спокойны, даже если вечером делали заказ, то утром обязательно... Да, 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 у нас некоторые ночью заходят, ну, у всех разные часовые пояса, видать, да, и разная работа. Днем люди работают, а вечером они начинают делать какие-то заказы. Да, да. Оксана, Оксана, вот только что Игорь сказал, не надо пить сеглину более пяти недель, а вы хотите три месяца, я так понимаю ее принимать, не надо этого делать. Вы принимаете курсы мне, вот как рекомендуют это, пять недель, потом перерыв, потом снова и так далее. То есть, не надо вот такие эксперименты проводить, потом будет ущерб себе и скажете, что глина плохая. На самом деле просто... Да, важно вот грамотно использовать, да. А еще такой момент, я хочу сказать, вот те люди, которые планируют просто вот, ну, просто глина нравится, да, дело в том, что мы недавно, делали опрос у себя в группе, среди наших подписчиков. И мы хотели узнать вообще вот, ну, почему люди заказывают глину, то есть, какая причина главная. Я думал, что основная причина будет, что люди хотят очистить организм. Но я был удивлен, когда первое место у нас заняло, я просто люблю есть глину. Для меня это было очень необычно, интересно, там, более, там, почти 60%, да, то есть, проголосовали, что они просто хотят есть глину, то есть, им настолько это нравится. И как раз вот для этих людей. Вы один раз прошли курс очищения, потому что он именно построен на увеличении объема, а дальше вам это не требуется. Вы можете просто вот сделали перерыв, потом 20 дней просто пьете по ложечке или по две ложечки, там, можете утром, вечером, можете только утром или вечером, ну, то есть, как вам нравится, да, то есть, но главное, да, делать перерыв. Каждые 20 дней, 9 дней перерыв. Важно. А, кстати, ну, что, Игорь, ответил вам, и я понимаю, что ваша причина обогатиться минералами, но даже при этом фанатеть не надо, нужно делать все по регламенту. Вот. Кстати, у нас осталось 5 минут, если человек хочет обогатиться минералами, то после такого хорошего, личного курса белой глины, ему можно будет подкупить еще голубую глину, да? Да, вот, 29 микроэлементов, это очень круто. И это будет, Оксан, очень важно, именно для обогащения минералами. Но я думаю, что перейдя по ссылке, которую я поставлю после нашего эфира, Игорь мне даст ссылку, я поставлю ее в шапку, вы перейдете и посмотрите более подробную информацию и за недостаточной информацией, можно обратиться опять же к поставщику, и я думаю, что ваш... Конечно. Проясним, проконсультируем, дадим все инструкции, рецепты, пожалуйста. Прошюры и так далее. Все, отлично, прекрасный был эфир, можно заканчивать, я думаю, что вы нашу раскрыли, цель была достигнута, мы теперь знаем, что такое комплекс очищения организма. Спасибо большое, Игорь. Благодарю, друзья, всего доброго, обращайтесь, пишите вопросы, будем рады отвечать, продолжать после эфира общаться. Ага, все, и ссылочку ставлю сегодня в шапку. Все, всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok